картинку на билборде там еще и вертолет из этой картинки мы решили что Иван Ургант похож на Фредди Меркури смотрим на картинку и я говорю Иван Ургант а мама говорит, так это же Фредди Меркури похож, правда, когда усы отпускают вот тут есть такой клуб поклонников Фредди Меркури мы едем сейчас в сторону Даунтауна здесь мы не видим никакой активности все хорошо ни лозунгов, ни протестов здесь все спокойно людям выделили место для того чтобы они выражали свое мнение на определенных улицах Даунтауна Ирланды и они там и маршируют поворачиваем нам Колониал Драйв мы поедем на запад потому что там мы живем на западе вот так порвались в общий поток и вперед сегодня весь день такая погода температура не очень высокая 84 градуса за бортом как это если трансформировать в Цельсии 84? 84 это будет 27 градусов 27 градусов тепла вот мимо нас проезжает большой зеленый автобус городской транспорт работает впереди еще один автобус впереди еще один автобус это церковь? да, но я вижу что там тоже локат какой-то и висит на участие сном лайв так, мне придется сейчас поменять линию потому что автобус всегда останавливается и за ним надо постоять на многих офисах есть знак уже открылись 29 29 автобус топливо 1,85 причем это стабильно во всех точках урландо и за Орландо везде одна цена на топливо здесь нам не повезло никаких паровозиков больше нет на спину места поехали вперед поехали вперед я вижу эти скутеры разбросанные но вероятно люди используют эти скутеры чтобы добраться до дома сейчас они как бы в свободном порядке используются в одном месте взял в другом оставил а тот кто отсюда с этого места обратно его довезет или куда еще подальше вопрос скутеры не решается свободно я вижу какие-то дома забитыми конечно да, люди боялись боялись ну что гробить своих сейчас мы проезжаем ну в Нью-Йорке что творится в городе где обитают в основном свои видим щиты в Нью-Йорке мы смотрели видео Дениса сам себе мы рекомендуем вам посмотреть эту картину то что происходило ночью вчера в Нью-Йорке и ждем еще нового видео да, от нашего друга Дениса у него видео замечательные всеобъемлющие он просто уходит в Нью-Йорке и показывает все что происходит очень объективно без прикрас и без непрекрас и мы проводим с ним прямо целую ночь как правило в видео занимает где-то час то и больше но оторваться невозможно вчера мы были в таких районах города Нью-Йорка который был полностью разграблен и разбомблен там бутики известных брендов про Альф Лауре ну и Витон Кристиан Диуа что еще спортивные бренды Nike Poma в общем там люди ночью до 3 часов совершали так сказать бесплатный шопинг и причем все было в такую систему обречено одни били, другие потом собирали да, одни шли и били под присмотром полиции совершенно так сказать не проникают в помещение вторые заскакивали все вытаскивали выбрасывали расшвыривали по улице и третьи уже как бы пожинали урожай собирали да собирали это все и было очень много людей с мешками с коробками и был такой еще запечатлен Денисом инцидент когда какая-то дама на мерседесе стукнула сразу две машины ее приняли полицейские на выходе с этой улицы и в это время еще одна проскользнула на машине закрытой номерами но здесь была допущенная девушка ошибка потому что именно это и вызвало интерес полиции они попросили их выйти из машины открыть багажника что же там они увидели увидели там все что было награблено чемодан и шмоток да ну естественно такие люди будут отвечать тоже перед законом потому что одно дело протесту мирно а другое дело протесту играми то чем еще сделали выводы что многие церкви участвовали организованно в этих протестах потому что прям на автобусе или микроавтобусе выступали они плакали они кричали они протестантские церкви да вот и это все было не то харотично не то организованно но все двигались в одном направлении то что мы сегодня видели в Орландо очень сильно отличается потому что там люди соблюдали все правила вероятно им предоставили для марша определенные улицы по которым они мирно шествовали они конечно восклицали лозунги у них были начертаны на картонках эти лозунги тоже их приветствовали автомобилем сигналами и это конечно их тоже воодушевляла они поднимали лозунги вскрикивали громко но это были молодые студенты они шли по улицам и даун-дауна над ними кружили вертолеты по этим улицам стояли полицейские преграждая движение для автомобилей и направляя движение автомобилей на другие улицы где нет шествующих вот так все происходило вот и город чистенький ничего побитого ничего искрученного да но это все правильно потому что зачем творить непонятно что там в Нью-Йорке они просто безобразие творили и опять же это преступление причем тут люди которые там свои бизнес они сколько бизнесов поразбивали люди только открылись только открылись после коронавируса и вот смотри еще вот такое чувство когда вот магазин какого-то парня который был наркоманом а потом он выжил и открыл свой магазин да но он умер от коронавируса и люди приносили туда цветы да они в память о нем там целые россыпи цветов устраивали и вдруг вот события и бьют эти же магазины туда куда носили цветы или это разные ну конечно разные какие люди разные конечно разные вот какие люди разные и по-моему некоторых спроси они не знают что они там делают ну нет они конечно знают это имя за кого они выступают они знают а потому что по национальному телевидению и по всем каналам это показывалось не в 9 минут а это показывалось в зацикленном режиме бесконечно и вчера еще появились новые видео новые подробности этого преступления против человечности и конечно опять это это добавило свежих сил всем кто хочет выйти и протестовать но сейчас мы знаем что справедливость во старшинской будет обязательно мы знаем что он арестован уже на всех телеканалах портрет этого изувера в оранжевом как это называется арестантском да комбинезоне и он он предстал перед законом и его соратники тоже предстали перед законом поэтому да в какие-то штаты уже вводится национальная гвардия но и полиция и национальная гвардия они не могут против людей выступать некоторые полицейские становятся на колени напротив протестующих и тоже скорбят потому что не то что их позор это какой-то акт человечности что они угрожают свои человеческие чувства таким образом ну не знаю чего еще больше ведь протесты не останавливаются сейчас уже о чем речь все да да он арестован они арестованы будет суд происходит расследование уже результаты вот этой утопсии и они объявили что да наступила смерть в результате удушения и он должен отвечать не вся же полиция которая спасала людей в течении в течении двух месяцев должна страдать и не выполняет свою работу на службу мы всегда по этой улице едем Такой красивый закат, да? Это не закат, а зерость и солнце уже вон там не было. Было всегда левее. Зимняя картинка. Сейчас уже летнее солнце, оно куда-то ближе к центру неба. Не все магазины еще открылись, а Берлингтон еще не открыл. А хотелось бы, чтобы уже все магазины открылись. Но еще рановато. Посмотрите на эти красивые колесики. Что вы скажете, как вам нравится, а? Дождь. Ой, красота, страшная сила. Да, вот такие у нас ребята разъезжают на таких колесиках. Видите, он стоит, а колеса крутятся. А что будет, когда он поедет? А еще какой звук он издает? У него там музыка или? У-у-у! Какой приятный звук вибраций. Уехал он от нас. У-е-е-хал. Он даже ясно, что окна-то открыл, чтобы мы услышали его музон, да? Да-да-да. Вот такой пацан. И колесами крутил. Может там девочка, мы же не видели. Ну, может мальчик. Чего бы девочками на таких колесах разъезжал? Вот он зайка. Ну, пока-пока. Девочка! Девочка! Ха-ха-ха-ха! Это была девочка!